Только вернувшись из поездки и приступив к монтажу данного ролика, я с ужасом обнаружил, что у моей камеры сбились основные настройки, отключилась стабилизация и запись звука. Поэтому визуальные гурманы на этом могут переключаться, а тем, для кого важно содержание, я приношу свои извинения и мы начинаем. Всем привет! Сейчас я нахожусь в стране, где принято между незнакомыми прохожими приветствовать друг друга, а не отводить глаза. И где принято обозначать границы своих участков красивыми живыми изгородями, а не каменными железными трехметровыми заборами. И сегодня я приехал в гости к молодой семье, которая из-за особенностей работы подолгу отсутствует в своем доме, и как следствие растительность становится недостаточно ухоженной. Конечно же я помогу им в этом вопросе, а заодно я ознакомлюсь и протестирую новый для себя инструмент. Это аккумуляторные ножницы для ухода за кустарниками и живой изгородью от компании Stihl. Перед нами две модели из аккумуляторной АК-системы, где один аккумулятор в 36 вольт подходит ко всем инструментам. В аббревиатуре название моделей буква L обозначает long, длинный, а буква S, соответственно, short, короткий. О короткой модели я уже снимал небольшой обзорный ролик года три назад, если кому-то интересно, то можете посмотреть его по ссылке в описании. А вот с удлиненной версией знакомлюсь впервые. Итак, что же у них общего и какие различия? Из общего только одинаковая длина рабочих лезвий по 45 см и единая модель аккумуляторов. Из различий. Вес с аккумулятором 3 кг у короткой версии и 5 кг у длинной модели. У короткой аккумулятор, электродвигатель и редуктор находятся в одном корпусе. У длинной же аккумуляторный отсек сзади. А вот блок электродвигателя с редуктором вынесены в головную часть через удлинительную штангу. Соответственно, общий габарит изделия различается на 116 см. А сейчас рассмотрим удлиненную версию поближе. Общая длина изделия составляет 210 см. Сзади находится аккумуляторный отсек. Сверху кнопка разблокировки аккумулятора. На самом источнике питания есть кнопка с четырьмя светодиодами для контроля уровня заряда. Здесь мы видим пусковой курок с двумя предохранительными клавишами от случайного включения. Далее. Через удлинительную штангу установлена режущая голова, положение которой можно изменять в диапазоне 135 градусов относительно продольной оси штанги. Далее мы видим лезвие с ножами каплевидной формы и односторонней заточкой. Ну а сейчас пришло самое время оценить этот инструмент в реальной работе. Приступим. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...